ФОК имени Султана Ахмирова принимал чемпионаты первенства области по кикбоксингу. В седьмой раз здесь свое мастерство проверяли Тверские, Балаговские, Кимрские и Клинские бойцы. Уровень спортсменов растет. У Тверской Федерации кикбоксинга уже есть свой судейский корпус. То есть вот эти ребята, которые вчера еще боксировали, сегодня они уже, я смотрю, работу провел, семинар и смотрю их работу. Молодцы ребята, справляются, можно сказать, если не лучше, то не хуже других судей, квалифицированных судей. В этом году турнир носил закрытый характер. По сути, региональные старты стали отборочными на соревнования более высокого ранга. На данном мероприятии спортсмены, которые одерживают первые места, едут на чемпионат первенства Центрального федерального округа. После чемпионата первенства Центрального федерального округа выход на Россию, соответственно, на чемпионат первенства России. Тренер-преподаватель клуба «Челленджер» Алексей Кремнев вышел в ринг в качестве рефери. Алексей сам выступающий спортсмен, один из ведущих кикбоксеров региона, на счету которого профессиональные бои. По его словам, участники турнира показали достойный уровень. Поединки велись до последнего. Соперники не давали друг другу спуска. Турнир молодеет. Это значит, что все больше и больше молодых и перспективных спортсменов приходит в данный вид спорта. То есть на сегодняшний день заявлено около 30 молодых участников, которые покажут себя на данных соревнованиях. Это очень радует, что дети занимаются спортом, что родители ведут детей в спорт, не просто бросают где-то кулять на улице, а ведут заниматься спортом. Бои в разделах К1, фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком проводились в ринге. А матчевые встречи начинающих кикбоксеров в разделе лайт-контакт состоялись на татами. В этом году в огороженный канатами периметр наравне с сильными духом парнями вышли и девушки. Матчевую встречу провели две тверетянки. И Любовь Макеева одержала верх над Азизой Давлад Мамадовой. В этом спорте, да, немного тяжело, но если готовиться и думать только о хорошем, можно и преодолеть это все. Все тяжкие. Тем временем на ринге бойцы выкладывались по полной программе, показывая, что усвоили на тренировках. В своем стремлении к победе хозяева турнира превзошли гостей. На счету тверетян оказалось 19 золотых и 19 серебряных наград. Сейчас бойцам предстоит подготовка к чемпионату и первенству ЦФО, проведение которого запланировано в Твери в феврале наступающего года. Сегодня был очень приятный момент. У нас получил Бобров, Никита Бобров получил звание мастера спорта России. То есть, выполнил он давно, но сегодня удостоверение было ему вручено. Поэтому спортсмены растут. Есть на кого равняться, стимул есть. А самое главное, есть человек, который именно заинтересован развитием этого вида спорта. Несмотря на финансовый кризис, на все, он продолжает, он постоянно продолжает вести федерацию вверх. Организаторы турнира благодарят спонсоров, оказавших содействие в проведении мероприятия. Официальными партнерами соревнований стали компании «Крепко» и «Викинг». Генеральный спонсор – объединение «Безопасность». Также поддержку оказали интерьер-сервис, группа компаний «Элегант», «Кадастрое бюро», «Арт-авто» и «Элтро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова